У меня уже почти ночь, так что добрый вечер. Какая-то сволочь раскидала сегодня в парке рыбу вяленую. Собака моя оторванулась, так что я весь день сижу дома, делаю ему уколы и капельницы меняю. Но зато у меня есть время записывать уроки. Значит, мы с вами в прошлый раз говорили о настройках времени, о том, как управлять датой, управлять временем. Сегодняшнее занятие 108.1 как раз посвящено работе с часами. Сейчас мы разберем с вами первую часть занятия, что такое системные часы и аппаратные часы. А во второй части в следующем видео будем разбираться с тем, как их синхронизировать. Я, наверное, часть теоретической информации скажу прямо здесь во время слайдов, пока вы смотрите на тему, что мы учимся делать. Значит, у нас часы управления временем вообще определяются в операционных системах четырьмя частями. Это значение времени, стандарт времени, это местное время или глобальное, универсальное, часовой пояс. И если присутствует, то переход на летнее время. К слову сказать, уже у нас где-то, наверное, в 80 странах мира есть переход на летнее время, и поэтому этот параметр является важным для операционных систем. Опять же, нужно сказать, что у нас есть вообще для любого компьютера, для любой операционной системы два вида часов. Первый вид часов – это системное время. Оно у нас работает в рамках операционной системы, кучей различных параметров. И есть еще аппаратные часы, работа которых определяется схемой на материнской плате. И поддерживаются эти часы в рабочем состоянии благодаря тому, что у нас на материнке есть батарейка. Происходит это все как? У нас вот эти вот аппаратные часы, или они еще иначе называются Real Time Clock, часы реального времени, они хранят в себе настройки времени, после чего, когда компьютер включается, они передают свое значение системным часам, и дальше уже система сама работает с часами. То есть нам часы вот эти реального времени аппаратные нужны только для старта операционной системы. Это раньше было очень важно, сейчас у нас практически все компьютеры уже подключены к интернету, и у нас операционная система имеет синхронизировать время с интернетом. В моем случае в VirtualBox у меня часы виртуальных машин синхронизируются с часами реальных машин. То есть у нас схемы синхронизации времени, это то, о чем мы будем говорить на следующем уроке. В общем-то нужно знать, что есть аппаратные часы, которые дают свое значение системным часам при старте системы. Мы сейчас с этим будем совсем работать. Вот она наша Ubuntu, и мы с вами уже проходили на прошлом занятии команду date. Если мы ее задаем без ключей, она нам показывает системное время. Если мы указываем ей определенные ключи, мы можем устанавливать системное время. У нас по ней есть мануал. В мануале написано, какие есть ключи у этой команды и все, что мы с ней можем делать. Здесь достаточно много написано. Значит, date показывает системное время, то есть время, которое на данный момент есть у нас в операционной системе. И для того, чтобы посмотреть аппаратное время, у нас есть команда hardware clock. Для доступа к ней нужны права суперпользователей, поэтому нужно написать SuperVisorDo hardware clock. Вводим пароль. И она нам показывает время, которое у нас есть в моих аппаратных часах. Опять же, у меня здесь VirtualBox, и фактически у него нет никаких аппаратных часов. У него есть псевдо-оборудование, псевдо-железо. По сути, он просто сверяется с системными часами моей операционной системы. Но это вот эта вот часть прослойки, которая вас по идее интересовать не должна. То есть, вы видите, у нас есть определенное аппаратное время, которое якобы у нас есть на чипе в материнской плате. И в конце еще есть параметр Drift. Это параметр, который показывает разницу между временем аппаратных часов и временем системы. Они между собой никак не синхронизируются. Только, как я говорил, при старте системы берется значение аппаратных часов. После этого они у нас уже идут свободно плавания друг от друга отдельно. То есть, если у вас есть сервер, у вас здесь может быть расхождение большое. О том, как это расхождение убрать, я сейчас скажу. Значит, у HVClock команды точно так же очень много различных параметров. Можно по ней посмотреть мануал HVClock. Тут огромное количество того, что можно сделать. Я вам даже, пожалуй, дам в описании к видео мануал на команду HVClock. Я, правда, не знаю, есть ли она на русском языке, на английском достаточно подробный мануал. Очень много она что может делать. Значит, нужно поговорить о таком файле, как AdjustTime. В рамках LPE вроде бы поэтому еще нет никаких заданий, но я чувствую, что в ближайшем обновлении экзамена это появится, потому что уже слишком давно есть этот файл, и они его как-то не упоминают. Значит, есть файл, который лежит в папке ETC, AdjustTime, то есть настройка времени. По умолчанию этот файл должен у нас отсутствовать. Так и есть, этого файла нет. Значит, этот файл для чего он нужен? Раньше, когда у нас все-таки было мало вариантов выхода в интернет, и вообще система синхронизации с серверами интернета была не так отлажена, как сейчас, у нас часы могли убегать с вами на компьютере. Аппаратные, системные, неважно, потому что они не могли ни с кем синхронизироваться. И тогда вы бы принудительно, периодически задавали бы значение аппаратных часов при помощи команды определенной. Сейчас ее, во всяком случае, сделаем. Ну, то есть вы задавали значение аппаратным часам вручную, и, скажем, через 5 дней вы видели то, что у вас часы опять убежали, вы снова задавали значение аппаратным часам. После того, как вы 2 раза задали значение аппаратным часам, создавался вот этот файл ETC AdjustTime, который смотрел то, что за неделю, скажем, ваши часы убежали вперед здесь на 2 минуты. После чего он бы сделал у себя синхронизацию, и понимал то, что через какое-то время нужно часы немножечко отводить назад стрелки. Будем так говорить. Автоматически, опять же, ничего не делал. И в просто файле ETC хранить бы настройки того, насколько вперед или назад убегают часы за какое-то время. После чего вам не нужно было бы уже в следующий раз вручную вбивать снова точное время. Вам достаточно было бы написать hardware clock, где она у нас, hardware clock, с ключом Adjust, и команда hardware clock из этого файла ETC AdjustTime брала бы вот это значение поправки этого дрифта, и спокойненько сама бы его применяла. И вам бы уже не нужно было каждый раз задавать вот это значение вручную, если бы часы убегали. Сейчас, повторюсь, это нам практически вообще никак не нужно, потому что мы умеем настраивать часы на синхронизацию с интернетом. Тут, к слову, нужно сказать то, что Microsoft почему-то из всех своих экзаменов я еще не видел ни в одном экзамене по администрированию Windows сервера, убрал, неправильно говорю, не убрал, никогда не ставил ничего касательно настроек NTP клиента. У нас есть большая проблема в доменах Windows, когда мы создаем домен, у нас в домене все держится на авторизации при помощи протокола Kerberos, а протокол Kerberos у нас очень сильно опирается на время. И суть вообще всей авторизации домена и доменных механизмов в том, что у вас во всем домене на всех машинах одинаковое время. Если у вас время будет отставать на компьютере от контроллера домена, у вас между компьютером и контроллером домена будет очень плохая связь, и, скорее всего, ничего не будет работать. Поэтому у нас контроллер домена является источником реального времени в доменах Windows. Это у меня сейчас такой офф-топ небольшой. И он выдает значение времени всем машинам в локальной сети и другим контроллерам домена. Но при этом у нас по умолчанию Windows сервера, они не синхронизируют свое время с интернетом, особенно контроллеры домена. И поэтому есть определенный набор команд, когда вы указываете контроллеру домена, те серверы интернета, с которыми нужно синхронизироваться, после чего у вас контроллер домена имеет реальное время и раздает его корректно. Если этого не сделать, и это самая такая распространенная проблема в доменах Windows, у вас время будет постоянно или убегать, или отставать на всех машинах в сети. И как бы пользователю вручную его не меняли, все равно у нас компьютеры будут синхронизироваться с контроллером домена, и надо или на нем периодически вручную выдавать время, или все-таки настроить его по-человечески на репликацию. Я когда буду записывать когда-нибудь видео на эти темы по Windows, и все это покажу. Значит, закончили с этим отступлением. Можем указать аппаратным часам другое время. То есть, вы видели, вот сейчас у нас в аппаратах часов было вот такое время. Ну вот, приблизительно. Мы можем сказать, опять же, как я и говорил, у команды Hardware Clock есть очень много различных параметров. Мы можем сказать, установить date, дату, ну, по сути, это время, равно кавычки открыть, и скажем, что, например, сегодня первое, первое в будущее улетим 2020 года. 12.00. Только нужно. Вот в таком формате указывается. Если вы помните, мы командой date указывали системное время, там другой формат, там подряд идет, прямо в строку значений. Здесь вот такой формат для Hardware Clock. Установили, пробуем, посмотрим. Еще раз теперь sudo Hardware Clock. И он показывает, что, да, сегодня 1 января 2020 года, вот столько-то времени. При этом, если мы выполним команду date, время у нее актуальное. Значит, суть тут в том, что у нас, как я и говорил, команда date – это системное время. Системное время у нас берет значение в аппаратных часов при старте компьютера. То есть, что бы мы сейчас ни меняли в аппаратных часах, системное время у нас не меняется. Для того, чтобы синхронизировать теперь аппаратные часы с системными, потому что аппаратные часы у нас показывают ерунду, мы можем сказать Supervisor do, Hardware Clock, ключ, минус V, минус W. И они у нас синхронизируются с системными часами. И теперь, если мы выполним Hardware Clock, они нам показывают реальное сейчас текущее время. При этом мы с вами сейчас, считайте, пару раз создали уже синхронизацию, то есть синхронизировали часы командой минус W. И у нас должен был с вами появиться вот этот файл, это c-edge-time. К слову сказать, вы можете создать вручную этот файл, указать ему значения свои, то есть там 0,0 и вот эту нижнюю строчку, глобальное время или локальное время. Но лучше этого не делать, лучше просто пару раз синхронизировать часы, и этот файл появится. Что это за цифры, вам в рамках LPE знать не нужно, да и вообще знать не нужно. Вот эти параметры дрифтов, они сами высчитываются автоматически. Если надо, нагуглите, найдете или мне напишите, я вам тоже брошу куда-нибудь ссылку. Просто в этом особенно нет нужды. Тут важная вот эта вот третья строчка, UTC, это Universal Time Coordinated, ну универсальное время, аббревиатура сама по себе ничего не значит, это французы с англичанами в свое время дрались, как это назвать. По-английски это было бы CAT, то есть Coordinated Universal Time, по-французски это было бы TUC, я не знаю французский, Time Universal Cardinali, что-то такое. И чтобы не было ни нашим, ни вашим, они сделали UTC формат. То есть не CUT, не TUC, а UTC. UTC это глобальное время, по сути оно совпадает с Greenwich, но это не совсем Greenwich, потому что Greenwich у нас зависит от вращения Земли, еще от кучи физических параметров, а вот это вот глобальное время, оно определяется атомными часами, и по сути это такое глобальное, абсолютное время. Для чего это нужно? Когда у вас есть какой-то, допустим, развитая сеть, если говорить о доменных Windows, например, если у вас есть где-нибудь в Владивостоке контроллер домена, а другой контроллер домена где-нибудь в Калининграде, это очень большое расстояние, я не знаю, сколько разницы между Калининградом и Владивостоком, но гигантское. И поэтому 12.00 там и 12.00 там, это абсолютно разное время. И чтобы у нас механизмы доменов работали корректно, понимая, какое время на самом деле, у нас в доменах везде используется глобальное время. Точно так же в Linux у нас есть параметр UTC, и он задает формат, в котором хранится время. То есть, по сути, сейчас у нас время хранится в аппаратных часах в формате UTC, вот в этом глобальном. И LPI, я не знаю, зачем им это нужно, просит просто учить людей еще и использовать не формат UTC, а локальное время, и наоборот. Значит, чтобы это сделать, давайте попробуем. Super User Doom Hardware Clock с ключом Local Time и обязательно нужна синхронизация с часами, устанавливает параметр хранения часов в формате Local. То есть, теперь у вас аппаратные часы хранят время в формате текущего часового пояса. Не то, что в формате, но в настройках текущего часового пояса. Это, опять же, никак не отражается нигде в вашей системе, потому что вот так будет показывать вам ваше время в текущем часовом поясе, это именно хранение времени в аппаратных часах. Не знаю, зачем вам это нужно знать, но LPI говорит то, что нужно. И теоретически бывает нужно менять вот эту вот настройку хранения для различных программ и различных сетевых технологий. Опять же, чтобы вернуть это, как было раньше, нам нужно вместо Local Time указать ключ минус U, минус UTC. И теперь, если мы посмотрим содержимое файла ETC, тайм, видите, он был Local, стал снова UTC. Пора мне пцу заливать уже в желудок баре для рентгена, так что я вам быстренько скажу. Хорошенькое занятие. Я много наболтал о контроллер-доме, о формате времени неожиданно. Но суть в том, что у нас есть с вами системные часы. Это часы операционной системы и аппаратные часы. Как они между собой в взаимодействии я рассказал, как их синхронизировать показал. И еще в рамках LPI рассказал о том, что время может в аппаратных часах храниться в формате текущего часового пояса и в формате UTC, то есть а-ля гринги. Это все, что нужно знать по первой части о системных часах. Спасибо, что смотрели.